Столица Чувашии привлекает инвесторов. Это позволяет Чебоксарам решать основные социально-экономические задачи. Об этом сегодня шла речь на расширенном совещании по итогам года. Перед жителями отчитались глава города Леонид Черкесов и глава администрации столицы Алексей Ладыков. Годовой отчет пришли послушать все, кто неравнодушен, для кого важно, как будет развиваться наш город дальше. Все эти люди, независимо от должности и статуса, помогают столице строить ее настоящее и будущее. В 2014 году в развитие Чебоксара было инвестировано более 19 миллиардов рублей. Основные инвестпроекты реализовывались на основных промышленных предприятиях, где работает большая часть жителей. Это позволило стабилизировать ситуацию на рынке труда и сохранить уровень зарплаты для сотрудников, что немаловажно в сложившейся экономической ситуации. Среднемесячная заработная плата по крупным организациям составила более 25 тысяч рублей. Часть проектов заработала в формате частного государственного партнерства. Например, микрорайон Садовой, индустриальный парк, Ледовый дворец и другие. Важным событием 2014 года стало участие Чебоксар в международной инвестиционной выставке МИПИМ-2014. Портфель столицы республики был представлен шестью инвестиционными проектами в сфере строительства, туризма, отдыха и гостиничных услуг. В прошлом году уровень удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставления услуг вырос до 97%, что на 7% больше уровня 2013 года. Развивается малый и средний бизнес. В первом полугодии завершился первый этап строительства завода по производству жгутов кабелей для автомобилей. Открыт сервисный центр предприятия, где планируется производство турбокомпрессоров и автомобильных компонентов. В 2014 году предприятиями и организациями всех форм собственности города Чебоксара было создано более 2,5 тысяч новых рабочих мест с достойным уровнем зарплаты. Чебоксары – один из немногих городов Приволжского федерального округа, где ведется серьезная работа по благоустройству и развитию жилых кварталов. В 2014 году в Чебоксарах был скорректирован генеральный план, который определил стратегическое развитие столицы до 2035 года. В частности, значительно расширятся границы города. Прогнозная численность населения составит 550 тысяч человек. Кроме того, реализация генплана позволит вдохнуть новую жизнь в старые микрорайоны города за счет расселения жителей из ветхого и аварийного жилья и создания современной инфраструктуры. Активно строится 15 жилых микрорайонов. Все они полностью распланированы, включая автопарковки, детские игровые, спортивные площадки, зоны отдыха. Выполнен капитальный ремонт 30 многоквартирных домов на общую сумму 66 миллионов рублей. Большая работа проведена по решению проблемы обманутых дольщиков. Четыре дома, в которых люди уже справили новоселье, сданы. Еще два – в стадии строительства. Один из них будет построен в конце 2015 года. Во второй – люди заселятся в конце 2016. В 2014 году в рамках проекта партии «Единая Россия. Детские сады детям» построено и реконструировано пять детских садов. За 2014 год количество детей, посещающих детские сады, увеличилось почти на 4 тысячи человек. В Чебоксарах за последние три года было открыто 12 детских садов и создано более 10 тысяч новых мест для малышей. Чувашия стала одним из лидеров в стране по количеству созданных дополнительных мест в детских садах. О социальной ориентированности столичного бюджета и открытости власти говорил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он также отметил слаженную работу депутатского корпуса и администрации столицы республики. За то, что 2014 год завершили успешно, я благодарю всех вас за ту работу и полагаю на вас прежде всего и уверен абсолютно, что в текущем году, несмотря на те сложности, которые возникли, вы сработаете еще лучше. За четыре года удалось сделать многое, но еще больше предстоит. Среди основных приоритетов – вопросы расселения граждан из ветхого жилья, проведение капитального ремонта, обеспечение земельными участками многодетных семей. Они определены в ежегодном послании главы республики. Все социальные обязательства перед жителями Чебоксар будут выполнены в полном объеме. Сделать это можно только за счет повышения эффективности расходования бюджетных средств, создания привлекательных условий для инвестиций в экономику нашего города. Важно сохранить темпы роста строительства жилья, в первую очередь за счет снижения процентов по ипотечным кредитам, во-вторых, за счет снижения стоимости жилья. В конце 2015 года половина из всего строящегося жилья по цене за квадратный метр будет соответствовать эконом-классу. Этот год для Чебоксара был богатым и важным на события. Город готовится к празднованию 70-летия Великой Победы, а в июне у нас пройдет командный чемпионат Европы по легкой атлетике, и все мы будем с удовольствием болеть за нашу команду. А в осенью в очередной раз горожанам предстоит сделать свой ответственный выбор, избрать главу Чувашской республики и сформировать городское собрание депутатов. Уважаемые друзья, сегодня у нас есть единая команда. Глава республики Михаил Васильевич Игнатьев, партия «Единая Россия», депутаты городского собрания. Нам доверять президент России Владимир Путин и абсолютное большинство наших жителей. Вместе мы сильны и способны решить все стоящие перед нами задачи. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ